Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новой версии iOS 16.1.2 и расскажу вам об автономности и стоит ли накатывать данную версию. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Так вот, друзья, что я могу сказать? Я потестил батарею спустя 12 часов, можете сами прекрасно сейчас посмотреть. То есть, действительно, падение небольшое, довольно-таки комфортное использование. Но, как для установки, не рекомендую. Почему? Потому что, даже вот как на моем iPhone 12, вы можете поставить точно так же это обновление. И просто-напросто у нас результаты будут отличаться, возможно, даже колоссально. Во-первых, у нас могут быть разные процессоры от разных производителей. Во-вторых, мы по-разному нагружаем устройство. Кто-то играет в игры, кто-то не играет, кто-то больше проходит там времени, проводит времени в интернете и так далее. Просто разная яркость экрана, разные настройки по автономности. А чтобы избежать и приблизиться к моему результату, вы должны сделать первое. Это перед каждой установкой новой версии iOS, вам нужно делать резервную копию. Либо в iCloud, либо на ПК в iTunes. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы в случае чего что-то пойдет не так, вы могли откатиться назад на предыдущую версию iOS. Так как я был на 16.1.1. Если мне не нравится, мы в течение недели можем откатиться назад на официальную версию. Если пройдет больше времени, вы уже не сможете, так как она не будет подписываться к компании Apple. Вот так вот это работает. Второе. Вы можете настроить автономность правильно. То есть вы убираете там службы геолокации и так далее, и так далее. Я видео это уже записывал неоднократно, поэтому ныряйте в ссылку в описании под видео. Вы найдете там данное видео, по ссылочке перейдете и сможете настроить. Третье. Вы можете сделать жесткую перезагрузку после установки версии iOS данной. То есть это исправляется переустановкой iOS, либо же жесткой перезагрузкой. Переустановку можно сделать только через ПК на iTunes. Без ПК вы этого не сделаете. Жесткая перезагрузка делается своими ручками, пальчиками. Зажмете нужные кнопочки, смотря как у вас iPhone. И вы сделаете данную процедуру. Тоже эти все ссылочки есть в описании под видео. Вы можете зайти и это сделать. Точно так же полезные ссылки, как настроить лучше сотовый сигнал сети, смена App Store и так далее, и так далее. Поэтому ныряйте, чекайте, благодарите видео пальцем вверх, подпиской и позитивным комментарием. Ну а пока на этом все. Ожидаем версию iOS 16.2. Я думаю она в течение недели уже будет. И там уже запилим еще один видос по автономности. И в принципе я дам вам полезные советы. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok